Всем привет, с вами Инфорум ТВ. Жанна Болотова – советская и российская актриса театра и кино, которая в 85-м получила звание «Народной». Она снималась в таких полюбившихся зрителям кинофильмах, как «Дом, в котором я живу», «Журналист», «Бегство мистера МакКинли» и многих других. Жанну называли красивейшей актрисой. Поклонники недоумевали и расстраивались, узнав, что Болотова перестала сниматься. Актриса повлияла на культуру и даже на музыку, ведь знаменитый Булата Куджава посвятил Жанне песни «Старый пиджак», «Горит пламя, не чадит», «Маленькая женщина» и «По смоленской дороге». Творческая биография актрисы началась очень рано. В кино она дебютировала еще школьницей, снявшись в 15 лет в эпопее «Дом, в котором я живу». Там юная актриса воплотила на экране роль мужественной девушки Гали Волынской. После ВГИКа женщина снималась в фильмах собственного учителя Сергея Герасимова. Также актриса сыграла во всех фильмах своего мужа, режиссера Николая Губенко. Так продолжалось до 1988 года, после чего она оставила карьеру. Ей перестали нравиться предлагаемые сценарии. По словам актрисы, чтобы играть тех, кто ей интересен, нужно делать пластическую операцию, а для нее это неприемлемо. Также Жанна утверждает, что не может смотреть то кино, которое снимается сегодня. По словам актрисы, у нее старая школа, которая предполагает другой уровень актерской игры. Единственное исключение она сделала в 2005 году, когда сыграла преподавательницу университета в боевике «Жмурки». Причину своего кратковременного возвращения она объяснила желанием поработать с Балабановым, которого считает одним из самых лучших современных режиссеров. Еще в 19 лет она вышла замуж за художника Николая Двигубского, недавно вернувшегося из Франции. С ним она познакомилась на вечеринке у общего знакомого, режиссера Андрея Кончаловского. По слухам, между Жанной и Андреем ранее тоже были романтические отношения, которые оказались мимолетными. Но брак между Болотовой и Двигубским, который они заключили буквально через месяц знакомства, просуществовал не более года. Ее однокурсник Николай Губенко, влюбленный в девушку с первого курса, не давал супругам прохода и смог увести возлюбленную у мужа, за которого, по признанию самой актрисы, она выходила без любви. С тех пор Жанной и Николай неразлучны, они счастливо живут вместе уже почти 50 лет и до сих пор испытывают друг другу самые горячие чувства. Правда, к сожалению, детей супруги так и не дождались. 19 октября 2019 года артистка отпраздновала 78 лет. Муж Жанны отказался от режиссерской деятельности и занимал должность министра культуры СССР. А сегодня Николай работает депутатом Государственной Думы. Супруги считают, что культура в нашей стране сегодня в упадке из-за того, что у среднестатистического человека нет денег на кино и театры, а зачастую не хватает даже на хлеб. Сегодня бывшая актриса создает уют в собственном доме и на даче. Женщина с весны до осенних заморозков живет на участке за городом, где ухаживает за своими цветами. Жанна утверждает, что ни минуты не жалела о том, что бросила большое кино. А как вы считаете, правильно ли она сделала? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь. Удачи!